МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на Хабар-24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном. К данному часу в студии Патогоса Аркулова сортоперевод обеспечивает Асан Исаила. Иначе с днем с кадровых перестановок. Дархан Кадрали назначен министром информации и общественного развития. Ранее эту должность занимал Аскар Умаров. Теперь уже экс-министр стал директором службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Ранее этот пост занимал Ержан Бабакумаров. В ближайшие два года в Атыраусской области запустят свыше 250 новых инвестпроектов на 406 миллиардов тенге. Еще свыше 100 программ сейчас в разработке. Об этом Алихан Смаилов заявил на совещании с руководством региона. Он отметил, что новые проекты создадут дополнительные рабочие места. Кроме того, премьер-министр поручил ускорить подготовку технической документации по водоснабжению Атыраусской и Мангостаусской областей из подземного источника Кокжиде. Глава Кабмина также отметил, что важно продолжить работу по урегулированию необоснованного роста цен на продукты питания. В этом направлении Акимату нужно применять оборотную схему с торговыми сетями и заключать прямые договоры на поставку ранних овощей из других регионов. В этом году из республиканского бюджета на Атыраусский регион запланировано выделить свыше 80 миллиардов тенге. При уточнении выделили больше 45 миллиардов тенге. Эти расходы в первую очередь нужно направить на развитие инфраструктуры и социальное обеспечение. Необходимо, чтобы эти финансы эффективно освоили и нужно добиться качественного результата. Реконструкция 7 тысяч казахстанских дорог идет в настоящее время. Однако из-за пандемии и подорожания строительных материалов сдать проекты в заявленные сроки не получается. Проблему обостряет и дефицит битума. Только в августе дорожные компании недополучили 20 тысяч тонн стройматериала. Цифру озвучили на брифинге представителя компании «Казавтожол». Дефицит есть. По всем видам ремонта всего у нас порядка 800 километров, в которые можно ложить асфальт. То есть фронт работ есть, но в связи с дефицитом битума, в связи с дефицитом дизельного топлива не везде у нас сейчас получается работать. Основные такие большие проекты, которые мы должны были сдать в текущем году, это проект Талдыкурган-Калбата-Ускаминогорск, Калбата-Макапшагай. Это действительно у нас долгострой. Должны мы были в этом году по ним работы завершить. Но, к сожалению, сдачу в эксплуатацию нам приходится перенести на 2023 год. И в продолжение темы. Круглогодичное финансирование дорожно-строительных организаций могут ввести в Казахстане. Этот вопрос обсуждали сегодня в АТРАО на выездном совещании «Казмной газ». Мера позволит формировать на внутреннем рынке необходимый запас к началу сезона дорожно-строительных работ. Также на совещании обсуждались вопросы производства и отгрузки нефтепродуктов с АТРАО и сроки проведения ремонта завода. Напомню, накануне президент в своем послании раскритиковал сложившуюся ситуацию с битумом, назвал нонсенсом перебои с обеспечением и поручил окончательно решить эту проблему. Спрос на битум в стране остается сезонным. Потребление растет летом во время дорожно-строительных работ. Компания «Казмной газ» предлагает свои решения данной проблемой. Есть реальная возможность увеличения производства битума на «Казмной битуме» в полтора раза. То есть с 500 до 750 тысяч тонн. Это очень хороший показатель. Как раз по оценке дефицит битума в стране составляет порядка 200 тысяч тонн. То есть мы могли бы рынок сделать, скажем так, не дефицитным, а профицитным. Глава «Казмной газа» Макзум Мирзегалеев отметил о необходимости принятия совместно с госорганами кардинальных мер по изменению сложившейся ситуации. К примеру, круглогодичное финансирование дорожных строителей из бюджета позволило бы сформировать необходимый запас битума к началу сезона работ. К слову, фасованный битум можно хранить в любых условиях. На совещании были обсуждены и вопросы деятельности Атараусского НПЗ. Мы выполняем все планы, которые перед нами оставлены. В прошлом месяце мы выпустили 157 тысяч тонн, при плане 152 тысячи, то есть даже немного больше. У нас были небольшие задержки по отгрузке в августе месяце, в первой половине. Потом после этого эти проблемы решились. На сегодняшний день отгрузка идет в балансе. С учетом ситуации на рынке ГСМ рассматривается вопрос переноса на более поздние сроки ремонта Атараусского НПЗ. По итогам текущего года объем переработки на заводе превысит 5 миллионов тонн нефти. Потокос Базарбаева, Амантай Матенов, Атарау, Хабар, 24. А в Алматы после критики президента активизировали борьбу с рекламой наркотиков. Закрашивать незаконные граффити вместе с волонтерами сегодня вышел даже глава полиции. Стражи порядка отмечают, что чаще всего объявления о запрещенных веществах оставляют во дворах и на стенах жилых домов. Авторы маскируют под граффити тексты, в которых содержатся ссылки на наркосайты. При этом адресованы они в основном подросткам. Только с начала этого года участники волонтерского движения «Наркостоп» закрасили 170 тысяч подобных объявлений. Напомню, накануне президент заявил, что с учетом масштаба проблемы борьба с распространением наркотиков должна принять общенациональный характер. Динамика резко отрицательная. За последние три года объем, изымаемый из оборота синтетики, вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры, даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни, борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Житель столицы организовал незаконные азартные игры в подвале жилого дома. Покерный клуб обнаружили сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу. По их информации, сейчас ведется досудебное расследование. Останчанинам грозит до семи лет лишения свободы. Ведомстве отмечают, что с начала года закрыли свыше 80 игровых заведений. Из них четыре работали как подпольное казино. Из незаконного оборота изъяли около трех тысяч игровых автоматов, терминалов, покерных столов и деньги на сумму свыше пяти миллионов тенге. Теперь о событиях в мире. 800 авиарейсов отменили в Германии. Причина – забастовка пилотов авиакомпании Люфтганзе. Вылететь не смогли почти 130 тысяч пассажиров, как внутренних направлений, так и международных. Поводом для недовольства работников послужили низкие зарплаты. Они требуют компенсации сдержек от инфляции и утверждения новых окладов. Однако в авиаконцерне заявили, что в случае выполнения этих условий расходы компании в ближайшие два года вырастут больше, чем на 40%. Отмечу ранее, Люфтганзе призвала пассажиров рейсов, запланированных на 2 сентября, проверять статус вылета и следить за обновлениями на сайте, поскольку авиаперевозчик не имеет возможности предупреждать об отмене рейсов заранее. С подобной ситуацией столкнулся и наш столичный гость из США. Я приехал в Казахстан навестить свою подругу. Сегодня утром должен был вылететь домой в США, но мой рейс отменили. Ранее пришла рассылка о вылете согласно графику. Потом, за полдня до вылета, узнал об отмене. В аэропорту сказали, что рейса вообще не было. Получается, мне поступило ложное сообщение. Позже я узнал из новостей о забастовке пилотов. Официального письма о возврате средств от Люфтганзы я пока не получал. Надеюсь, все хорошо закончится. Я благополучно вернусь домой. Выход из экономического кризиса и совместные инвестпроекты обсуждали на 13-м заседании Казахстанского германского делового совета по стратегическому сотрудничеству. Участники встречи, а это руководители крупных казахстанских и немецких компаний, констатировали, совместный бизнес нуждается в расширении торгово-экономического партнерства. Наш европейский САПКОР Жанна Тернст продолжит тему. Новые возможности партнерства на фоне экономических и геополитических вызовов, мультикризисы, связанного с изменением климата, а также угроз логистической и продовольственной безопасности. Вот о чем говорили руководители более сотни казахстанских и немецких компаний на очередном заседании делового совета в Берлине. Торгово-экономическое взаимодействие между Казахстаном и Германией находится сейчас на очень хорошем уровне. Объем взаимной торговли только за прошлый год вырос на треть и составил свыше 5 миллиардов евро, а за первое полугодие этого года вырос еще на 80%. Не менее значителен дальнейший потенциал взаимодействия, нужно лишь воспользоваться им, отметил открывая форум сопредседатель КГДС Реймбек Баталов. Он рассказал немецким партнерам и о задачах, поставленных президентом Касымжемартом Токаевым по диверсификации экономики и улучшению казахстанского законодательства в бизнес-сфере. Казахстан готов работать с германскими предпринимателями по принципу одного окна, с оказанием услуг по открытию производства и получению всех необходимых разрешений и сертификатов. Также предлагаем наладить поставки немецких товаров, оборудования, станков и фармпродукций напрямую на рынок Казахстана и далее в Центральную Азию. Те изменения, которые происходят у нас в стране в части и политических, и экономических, это безусловно придает уверенность немецкому бизнесу. Немецкие компании очень серьезно интересуются, какие условия по производству, по переносу производства в Казахстан. И уже есть конкретные предложения, мы эти конкретные предложения отрабатываем. Я думаю, что немецким компаниям нужно как одно окно. И вот то, что Национальная палата предложила, и мы это очень тесно отрабатываем и с посольством Казахстана в Германии. Вот такое государственное частное партнерство, оно должно приносить результат. И мы надеемся, что он будет очень скоро. Мы четко определили приоритеты нашего будущего сотрудничества. Это в первую очередь ревитализация партнерства по полезным ископаемым. Это второе сотрудничество в плане зеленого перехода и декарбонизации. Это в третьих тема логистики и транспорта. И в четвертых аграрного хозяйства. И здесь были именно определены достаточно конкретные проекты, как мы можем усилить наше сотрудничество. Сопредседатель делового совета с германской стороны Ника Варбанов призвал компании теснее взаимодействовать по расширению альтернативных транспортных коридоров для совместной реализации европейского проекта Global Gateway. Все прибрежные государства этого маршрута могут извлечь из этого совместную пользу, подчеркнул он. Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов отметил огромный потенциал для углубления торгово-экономического сотрудничества и призвал немецкие компании расширять свое присутствие на казахстанском рынке. Глава национального управляющего холдинга «Байтирек» Канад Шарлопаев рассказал о деятельности холдинга и его дочерних структурах, подчеркнув актуальность работы делового совета. В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по развитию неосырьевых секторов экономики Казахстана и стратегии ФРГ по развитию экономических связей с нашей страной на фоне последних геополитических процессов в Евразии. Казахстан проводит, что мы очень ценим, очень мудрую и взвешенную внешнюю политику и как раз в нашем очень сложном отношении с Россией сейчас, но все равно это наш сосед, он никуда не денется, и здесь Казахстан может играть очень хорошую роль как в рамках Евразийского экономического союза, так же и в Китае. И все эти темы, которые мы обсуждали, так же как промышленное сотрудничество, они, конечно, были все под влиянием вот этих геополитических факторов. Так что это, я думаю, очень важная роль, которую Казахстан может здесь сыграть. Казахстан является очень важным рынком для немецких компаний в сфере агробизнеса. Это касается, прежде всего, конечно, крупных компаний. Мы очень рады увидеть, как Казахстан сейчас действует на глобальных зерновых рынках, как надежный настоящий партнер всех участников этого рынка. Продукция Казахстана, как зерно, например, оценивается очень высоко, глобально, и обеспечение глобальной продовольственной безопасности является очень-очень важным вопросом. И поддержка Казахстана по этому поводу, я думаю, проявится по всему миру. На заседании делового совета предприниматели двух стран сверили часы и наметили планы, детали которых они смогут обговорить уже совсем скоро, во время визита правительственной и бизнес-делегации Германии в Нур-Султан. Ожидается, что 6 сентября на заседании межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству и на бизнес-форуме, который также намечен в казахстанской столице, предприниматели смогут обсудить конкретные планы реализации совместных инвестиционных проектов. Жанна Терна, Жамар Тахметов, Хабар, 24, Берлин, Германия. Перейдемся в Казахстан. А у нас в нескольких школах Павлодарской области учебный год начали в домах культуры. Подрядные организации, ремонтирующие школы не успели уложиться в срок. В селе Сары-Шаганака, Сузского района, почти сотни учеников вынуждены ходить на уроки в сельский клуб, так как ремонт в трехэтажном здании, по всей видимости, завершится не скоро. Строители обещают закончить работы в течение двух месяцев, а руководство учебного заведения заверяет, что уже через месяц дети сядут за партой. Этим летом в Павлодарском приоритышье взялись капитально отремонтировать сразу 46 средних учебных заведений. Но на многих объектах конкурсные процедуры провели поздно, поэтому идет отставание от графика, отмечают в Экимате. К тому же один из подрядчиков выиграл сразу 10 объектов и не рассчитал свои силы. До конца месяца мы завершим ремонт в школе села Сары-Шаганак, прилагаем все силы и возможности. Обещаем, что скоро дети вернутся в школу. Здесь 43 года не проводили ремонт. Наша задача – быстрее привести в порядок школьные кабинеты и столовую, чтобы дети могли учиться. Дефицит ученических мест – наша проблема, ставшая уже притчей в языцах. Особенно сильно она ощущается в густонаселенных регионах. Например, в Туркестанской области нужно построить примерно 200 новых учебных заведений, чтобы дети не учились в тесноте. А в Шемкенте уже давно появились так называемые резиновые школы. Они рассчитаны на 900 детей, а учатся там почти 4000 школьников. При этом ежегодно в Казахстане сдают по 200 и более школ. И все же по стране, по официальным данным, 147 школ с трехсменным форматом обучения. Эту школу в Мактайральском районе построили еще в 70-х годах прошлого века. Сейчас здание сильно обетшало, сыпется фасад, видны трещины. Но сельчане уверены, это не главная проблема. Куда больше их пугает то, что школьникам здесь тесно. Число детей в ауле растет и мест всем не хватает. Школа рассчитана на 200 детей, но учатся здесь 400. Этот вопрос мы поднимали на протяжении нескольких лет. Сейчас в регионе не хватает почти 200 школ. В Управлении развития человеческого потенциала, где занимаются этим вопросом, уверены, проблема постепенно решается. Просто не так быстро, как хотелось бы родителям и детям. Идет капитальный ремонт в 32 школах. В целом на это было выделено порядка 4 миллиардов тенге. Самое большое количество школ строится именно в Туркестанской области, так как каждый пятый ребенок в Казахстане проживает именно в этом регионе. Поэтому потребность в школах очень большая. В третьем мегаполисе страны тоже ломают голову над тем, как разместить всех учащихся. В этом году в Шимкенте вновь рекордное количество первоклассников – 28 тысяч детей. Проблема переполненных школ там возникла не за год. В городе активно возводят новые учреждения, но темпы строительства не поспевают за темпом рождаемости. Трехсменные школы мы уже держали особо на контроле. В этом году четыре дополнительные строительства за счет государства на 300 мест именно в таких школах было построено. Поэтому мы ликвидировали, можно сказать, их стало уже пять. Такая же ситуация и в Алматинской области. Учащихся в школе села Кимиртоган в этом году оказалось настолько много, что приветствовать на торжественной линейке их пришлось в два захода. Сначала начальные классы, потом средние и старшие. Все вместе не помещаются в одно здание. О нашей проблеме знают и в области, и в районе. Здесь учатся дети четырех населенных пунктов. МТФ Кимиртогана, жилого комплекса Асларман и жилого массива 19-го километра в районе Бакада. Детей очень много, учатся в три смены. Сложно и детям, и учителям. Дефицит мест в школах по стране в ближайшие четыре года может достичь 1 миллиона 200 тысяч. Если не принять срочных мер, считает министр просвещения. Со слов Асхата Аймагамбетова, уже сейчас он превышает 250 тысяч. На нехватку жалуются даже жители столичных жилых массивов. Мы вот как раз все вот это записываем. Записываем телефоны для того, чтобы решить мелкие вопросы. Они решаются, как правило, быстро. Вопросы, связанные со строительством школы, они решаются чуть дольше. Но мы уже разобрали здесь, что школа планируется. Просто нужно взять на контроль, чтобы она вовремя была здесь. Да, может быть, через год, через два. Но эта школа будет, и она разгрузит действующую школу. А в Магисталской области столкнулись с другим дефицитом. Педагогических кадров в регионе не хватает свыше 200 учителей. Там остро нуждаются в русскоязычных предметниках. Для решения проблемы местные власти объявили конкурс и пообещали оклады до 500 тысяч тенге. Но будут смотреть на опыт. На обеспечение педагогов жильем из республиканского бюджета выделят дополнительные средства. По нашей области нехватка педагогов составляет 229 человек. При Акимате в области создана координационная комиссия. После приема комиссии все материалы претендентов будут направлены в Назарбаев интеллектуальную школу для прохождения тестирования и эссе. Следующий этап – онлайн-беседа в Министерстве просвещения. Для решения проблемы в прошлом году в стране построили больше 270 школ. До конца этого ведут в эксплуатацию еще порядка 200. Около 600 появятся в рамках проекта «Комфортная школа». Родителям также рекомендуют отдавать детей в частные школы, которые работают в рамках госзаказа подушевого финансирования. Алишер Накипов, Катерина Попкова, Хабар 24. Да, нехватка школ ощущается и в столице. Отчасти проблема решается с помощью государственно-частного партнерства. Так, в главном городе страны открылся еще один лицей Беном. Учебному заведению присвоено имя выдающегося казахского посвятителя Абрая Алтанцарина. Отмечу, что это первый проект Беном с именем Великой Личности. И эту практику там намерены продолжить. О том, как там встречали первых учеников, в следующем материале. Новенький Беном встречает первых учеников. Сегодня у них двойной праздник – начало учебного года и открытие новой школы. В этой инновационной школе знания будут получать порядка 4 тысяч школьников. А управляет всем образовательным процессом сети школ Беном некоммерческая организация Белем Булашага. Она дает равные возможности детям в получении доступного и качественного обучения. В текущем году мы планируем завершить шестую школу Беном. Эта школа находится на улице Тулеби, 42. Пятиэтажное здание, 21,5 тысяч квадратных метров. Полностью оснащенная школа. Есть кабинеты робототехники, химии, биологии полностью с лабораторными оборудованиями. Малыши пока не понимают, насколько им повезло, но зато не скрывают радости родителей. Душные и переполненные кабинеты скоро останутся в прошлом. Очень приятно, что действительно у нас проекты работают, создаются новые по определенным стандартам школы. Я очень благодарна администрации школы, которые смогли сегодня устраивать действительно праздник. Искусство и образование познаются через учебу. Поэтому, следуя этому принципу, мы участвуем в отечественной работе и воспитании наших детей. И очень радует, когда для нас и детей создаются такие условия. Сегодня Беном называют казахстанским брендом бесплатных инновационных школ, которые стали хорошим подспорьем для государства в части предоставления, качественного обучения и решения проблем трехсменки. Тенаржа Батырова, Хабар, 24. К другим темам. В Акмолинской области сегодня в дома сельчан начали подавать газ. Голубое топливо в регионе появилось благодаря масштабным работам компании «Кастрансгаз». К первым газовым абонентам заглянул Тимур Козагулов. Все работает, все прекрасно. Два года ожиданий, и вот в доме семьи Семенковых зажегся газ. О том, что в их селе Турген, что в Варшалынском районе Акмолинской области вскоре появится голубое топливо, поначалу глава семьи Валерий Семенков не особо верил, пока вокруг не зашумела техника и не закипела работа. Благо цивилизации спустя пару лет масштабных работ наконец-то пришли и в их края. Супруги стали первыми абонентами во всей области. Я думаю, мы все ощутим зимой, когда будет отопление. Для этого как вы отопили? На угли? Уголь, да, обычно это отоплено. Котел, это, мягко говоря, неудобно, потому что надо эту печку целый день топить, вытаскивать золото, пыль, сами понимаете, или подошел к котлу, просто кнопочку одну нажимаешь, и все, больше твоего участия не нужно. Всего с 2020 года газораспределительные сети начали строить сразу в 17 селах района. В 16 из них работа уже завершена. Процесс подключения абонентов в компанию ускорили в разы, исключив бюрократию и вдвое закратив перечень необходимых документов. АО «Кастрансгаз Аймак» подал газ в 5 населенных пунктов. Турген, Донецка, Анарак, Булак, Ахтасты. Доступ к газу на сегодняшний день получили порядка 1000 домов. Надеюсь, к началу отопительного сезона доступ получит порядка 5200 абонентов. Всего до конца следующего года «Кастрансгаз Аймак» планирует обеспечить газом больше 8000 жилых домов Аршалынского района. Тимур Казагулов, Ерлан Урызбаев, Хабар, 24. Большая часть инициатив, озвученных президентом в новом послании, направлена на развитие инфраструктуры в селах. Пути решения поставленных задач рассмотрели сегодня на расширенном заседании партии АОЛ. Ее члены выразили готовность поддержать проекты аграрной сферы. Члены объединения отметили, что сегодня особо актуальны вопросы возврата неэффективно используемых земель в госсобственность, развитие сельскохозяйственных кооперативов и субсидирование АПК. «Из 650 медицинских учреждений, которые будут построены, они в основном будут охвачены в сельских населенных пунктах. 32 районные больницы будут построены в районных центрах. Это опять-таки сельские населенные пункты. То есть этими благами будут пользоваться сельские населения. Партия АОЛ будет направлять все свои ресурсы, и людские, и кадровые, и политические ресурсы, и идеологические ресурсы. На разъяснение послания президента и на реализацию послания президента. Потому что это очень важно для нашего общества, в том числе для села и сельского населения». Из завершения выпуска пять снежных барсов стали жителями Алматы. Они спустились в горы и облюбовали окраины Бостандыкского и Медеусского районов города. Там нет жилых массивов. Эта предгорная часть мегаполиса находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Об этом рассказали сегодня на онлайн-конференции представители Института зоологии. Ученые связывают это явление с тем, что люди чаще стали ходить в горы, и барсы перестали бояться людей и воспринимать их как врагов. Однако ученые опасаются, что ускоряющийся темп роста населения и развития инфраструктуры Алматы может привести к исчезновению ирбисов. Это может лишить их кормовой базы и сильно загрязнит воздух. В настоящее время в Казахстане обитает около 180 снежных барсов. К этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»